Чуваш Автотранс прекратил перевозить пассажиров. По итогам конкурсных процедур все маршруты перешли частным компаниям. Напомню, в республике их порядка 600. Об изменениях в пассажирских перевозках сегодня говорили на еженедельном совещании в Доме правительства. Еще полгода назад арбитражный суд республики ввел на предприятие процедуру банкротства наблюдения. С 5 июля Чуваш Автотранс прекратил перевозить пассажиров по муниципальным, а с 18 июля по межмуниципальным маршрутам. Министерством транспорта проведены конкурсные процедуры и сроком до 180 дней определены 32 пока временных перевозчика по 121 межмуниципальному маршруту. Конкуренция серьезная, большая и друг другу предприниматели не дают расслабиться и по большому счету конкуренция по многим маршрутам очень серьезная и в связи с этим я вижу, что качество перевозок благодаря развитию конкуренции будет на должном уровне. В целом, по словам министра, пассажиры серьезных изменений не почувствовали. Кроме того, что проезд на некоторых маршрутах стал дороже по коммерческим расценкам. Перевозки осуществляются в полном объеме по привычному расписанию. На некоторых маршрутах работает резервный транспорт. Кроме этого в рейсы выходят и 78 автобусов, которые Чуваш Автотранс сдал в аренду. Эти автобусы в основном курсируют по пригородным и садовым маршрутам. Здесь ключевыми являются вопросы безопасности. Поэтому те перевозчики, которые начинают использовать машины, которые уже на грани списания, их надо пресекать. Они, понятно, хотят прибыль заработать. У них главная цель это. У них не защита пассажиров, не защита интересов государства. У них главная цель – получение прибыли. Наша задача – это вопросы безопасности, обслуживание пассажиров качественно, на должном уровне. Кроме этого, Минтрансу Чуваши нужно решить вопрос с проездными билетами. Чуваш Транс фактически по городу Чебоксара, к примеру, осуществлял перевозки до 20 июля. То есть 10 дней у нас с вами выпадает. С ЕТК проработан механизм возврата денег, неиспользованных пассажирами. До 1 августа мы проанализируем, какое количество поездок использовали наши пассажиры. Более того, часть вновь пришедших с 30 августа перевозчиков у нас взяла функцию работы по этим бесплатным, работы по этим проездным билетам. Большинство перевозчиков города Чебоксара взяли на себя такую функцию. И остаток денежных средств будет в первой половине августа гражданам возвращен. По всем возникающим вопросам жителям республики предлагают обращаться в Минстрой. В ведомстве работает горячая линия. 62-48-65. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.